После отгрузки одной машины следом придет вторая. Четко отработанная схема работы позволяет этой площадке для перегрузки отходов практически всегда оставаться чистой. Вот такой горы отходов, например, хватит для загрузки двух тонаров. А привезли мусор всего пару часов назад. Всего в процессе очищения города задействовано около 300 грузовиков. Половина собирает мусор в городе, другая половина отвозит его на полигон. В схеме вывоза участвует тоже около 100 единиц техники на вывоз мусора. Растянуты они по всей протяженности до полигона, поэтому задержки с вывозом у нас не происходят. Завозится и тут же увозится, потому что если даже день не будет осуществляться вывоз, здесь будет около 1000 тонн мусора. Каждый день мусоровозы привозят сюда около 500 тонн бытового мусора, еще 100 строительного и крупногабаритного. Площадка для перезагрузки отходов появилась совсем недавно. Мера вынужденная и временная. 100% вывоз мусора – это тот самый минимум, который удалось создать городской администрации для сочинцев. Сточные воды собирают специальные баки, как только они наполняются, их опустошают. Содержимое отвозят на чистные сооружения. Одним словом, экология не страдает. Пока не решится вопрос с региональным оператором, вывозить мусор будут отсюда. Загвозка вся в том, что до сих пор не вступила в силу решение суда о вводе в эксплуатацию Белореченского полигона. Хотя есть решение суда о введении его в действие, но пока решение не вступило в законную силу, и поэтому пока полигон не введен. Поэтому это один из основных показателей регионального оператора – это наличие полигона, наличие площадок перегрузки и сортировки. Сейчас грузовые машины вывозят отходы на территорию Абинского полигона. Это около 390 километров в одну сторону. Больше месяца мусоровозы привозят и снова увозят отходы из города. Этот трудоемкий затратный процесс почистки города уже продемонстрировал свою эффективность. Елена Овсицына, телекомпания ФКТ.